Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я снова играю в королевскую битву в шестой циве, которая называется тут Красная Смерть, Red Death. Пользуюсь по очереди всеми фракциями. Сейчас, вот сегодня в этой партии это одержимые выживальщики судного дня. Их способность в том, что юниты получают плюс 100% к опыту, то есть они прокачиваются очень быстро. Хороший бонус, как мне кажется, но здесь проблема в том, что у вас были юниты. То есть все-таки в этом плане, например, те же сектанты или скитальцы мне кажутся поинтереснее, потому что они быстрее карту видят или быстрее по ней передвигаются. Тут такой очень ситуативный бонус. Если у вас будут юниты, то, соответственно, у вас будет и опыт для них, и будет это работать. Если юнитов не будет, то, так говорится, извиняйте. Ну и плюс надо находить соперников, с которыми биться. Я так понимаю, что всем остальным с выживальщиками лучше особо не драться, чтобы не давать им опыта. Только в том случае, если вы действительно выживальщика можете убить. Против нас сумасшедшие ученые, мутанты, пираты, фанаты и антигерои. Особенно меня антигерои, конечно. Беспокоит, как мне кажется, в конце партии это самая лучшая фракция. Потому что плюс 10 в трех клетках от безопасной зоны, плюс 10 к силе юнитов, это очень круто. Но зато их можно завалить, пока они маленькие, в колыбельки, так сказать. Точнее не надо, не можно, а нужно. Потому что иначе это будет очень, очень... О! Тут даже варвары у нас появились. Это очень хорошо. Блин, мирные жители. Я думал, тут сейчас появится. Но мы сейчас воспользуемся тем способом, который я открыл раньше. Сейчас буду просто плавать по... Побережью мирными жителями и находить руинки. Потому что поселенца на воде убить невозможно, как мне написали в комментариях. Сейчас будем эту стратегию пробовать. У меня правда тут в пираты есть в соперниках. Но тут, скорее всего, варварский лагерь защищает ПТ-команду. Я должен пехотинцам с ПТ-командой разобраться. Ну, пожалуй, высаживаюсь. Так, тут проатакуем, чтобы опыт получить. Да, блин, мне как-то опыт... Вот в данной ситуации совсем не очень. Ладно, пока я гляну, да, ведь, как я и говорил, ПТ-команда. Пока я в двух руинах городов получил не самые лучшие вещи. То есть, еще одного поселенца и опыт для юнита, для выживальщика, как мне кажется, так себе. А вот здесь пехотинец. Здесь подходим, будем лагерь мочить. Но это еще и для нас важно не только, чтобы вертолет заполучить в лагере. Как раз в лагере варваров дают вертолет, танк и ядерную ракету. Ну, и чтобы пользоваться моей способностью выживальщиков. То есть, будем плюс 100% опыта получать. Видите, опять сразу... Один раз проатаковал, уже второе повышение. Ух! Кого вынесли? Сектантов вынесли. Ну, это, кстати, неплохо. Сектанты мне всегда не нравились в этой игре. Так, ладно, пока так пойдем. Но я сейчас, опять же, хочу спуститься на воду и дальше... Мне не жалко, на самом деле, этого поселенца потерять. Я не думаю, что наличие большого количества поселенцев, как мне кажется, в этой вот королевской битве, положительный фактор. Когда вы их захватываете у других фракций, тогда да. А когда вы так просто находите, ну... Это просто как дополнительный юнит, я его воспринимаю. Который еще, к тому же, и драться не умеет. Хост вылетел. А хост у нас был. Кем у нас хост был? А, так хост и был у нас, собственно, сектантом, которого убили, я так понял. Да, точно. Бедняга. Собрал игру на свою голову. Сейчас подойду. Я хочу быстрее забрать здесь. Так, поплыли. Я, по-моему, пока не могу забирать. Давайте покачаем. Блин, кажется, хорошая стратегия плавать поселенцам вдоль берега. А, мы на самой северной конечности. Ой, блин. Я мискликнул просто мимо руин, честно говоря. Мой косяк. Мне кажется, безопасная зона куда-то вот сюда будет сходиться. В эту сторону, скорее всего. Нормально, противотанковый юнит. Здесь вот пропустим. Здесь прокачаем. И здесь, наверное, убьем. Да, есть. Топоролет. Так, ну, начало, в принципе, получилось неплохое. Еще лагерь варваров. И еще... О, могу следующим ходом сюда высадиться. Давайте тогда тут останемся. Здесь столько руинок нашли. И, в принципе, неплохо. Начало... Начало меня вполне устраивает. О, еще и варваров тут сможем забрать. Отлично. Очень прям все в нашу пользу тут идет. О, пираты. А пойдемте-ка и с ними повоюем. Ну, потому что... Нам надо воевать со всеми. Просто прокачивать юниты. Жалко, я его не смогу... Ну, точнее, конечно, могу вертолетом атаковать. Но, мне кажется, не стоит. Просто потому, что ПТ-команда имеет бонус против вертолета. О, и мы оказываемся еще и в нормальной зоне. Не хочу, не знаю, я его вертолетом атаковать. Ладно, посмотрим, что он будет делать. Так, пошли к этим варварам. Встанем, лечимся. Отходит. Я вертолетом пока сюда... О! Здесь рынка... Ну, с зоной нам повезло. Мы вообще внутри зоны находимся. Еще и рынок, значит, пираты, по идее, где-то вот здесь должны быть. Странно, что он по воде не ерзает. Рэй. Попкой голой. Шлеп-шлеп. Веслами. В байбарке. Радиоактивной воде. Урановыми веслами. Или титановыми. Так, вот нам тут уже еще вертолетик прокачиваем. Вертолетик прокачиваем. Пехотинку прокачиваем. Все прокачиваем. Опыт вертолетик получил. Опа. Так, значит, тут у нас пираты. Надо бы с ними разобраться. Мне кажется, он не в своей среде. Я вообще не знаю, что он на суше делает. Причем чувак сам выбрал за пиратов играть. Играет за пиратов, а двигается по сути. Ну, как я тоже, собственно. В своей партии тоже не знаю. Ну, у меня там невезу-ка получилось. Будем называть своими именами все. Давайте атаку с фланга прокачаем. Посмотрим, что тут у нас еще есть. Нет, мне кажется, вот прокачка на перемещение по холмам и лесам самая крутая. О, он прям даже армию сделал. Блин, вот мне бы не хотелось, чтобы он этот лагерь забрал. Он явно к нему намылился. Нет, отходит от него. А вот я как раз к нему намыливаюсь. Ну, заодно здесь исследуем. Так, надо вертолетик качнуть. С этой стороны атакую, потому что тут холм и сюда точно ПТ-команда не сможет атаковать. А если я тут находился или тут, ну, вот здесь находился бы, то могла рейнджер отойти и как раз ПТ-команда атаковать мой вертолет. Пулеметик. Э, слышишь? Ну, он там рейнджера, да. Убил. Здесь ничего интересного, да? Подбираемся к этому лагерю с другой стороны. Далеко. Блин, с одной стороны недалеко, а с другой стороны еще где-то три фракции. Они явно где-то вот там могут быть. И за теми ребятами сходить. Очень больно ПТ-команда по вертолету бьет. Он хочет этот лагерь забрать. Надо ему всячески мешать, конечно. Так, возьмем... ПТ-7 против юнитов. Я думаю, туда все-таки нету смысла найти. Откружаем чувака. Ну, мне надо этому убивать. Ух ты, тут еще и сумасшедшие ученые их тусят. Прям тусиво-зутрица. Запокалипсиса. Тусиво-запокалипсиса. Ладно, пошли туда консолидировать наши силы. Он решил отходить. Разумное решение, но мы, наверное, ему не дадим. А тут еще сумасшедшие ученые. Здорово, здорово. Так, я боюсь, что... Да, варвары меня проатакуют. Так, он тут апнулся. Но мы лагерь заберем. И давайте атаковать парня. Ну, он хотел просто взять этот... Так, слушайте, тут... Может, сходить все-таки туда и вот этими... Он хотел взять лагерь. Он постарался. Попытался. Кто мы такие, чтобы его осуждать за это? Я считаю, правильно сделал. Блин. Ну, хер ты под... Пошел, вышел под ученого. Я не хочу его добивать, конечно. Хороший ученый. О! Еще ворота... Слушайте, давайте мы, наверное... Так. А что началось? Не могу, что ли, хочешь? Ученый. Так, ну тут он... Да, ну пираты где-то вот здесь, я так понимаю. Ученый, походу, влазит просто между нами. Так, я просто поведу посело, а сам пойду пехотинцам помогать. Ну, надо этого... Каску это... Ученый, стой, убивать. Че он тут влез? Подходим. Тут подходим. Стреляем. Пехота. Откачивается. Умой пират тут... Не потерялся еще. А, куда он делся? А, объединился. Ммм... Так, тут интересненько. Тут надо будет отступать. Может, еще и армию сделать из этих пулеметов. Ну, пират вообще без своей способности играет. Чисто... Чисто повоевать такое. Мискликнул чувак. Ну, зачем он хотел меня проатаковать очень сильно. Прокачку. Прокачку. Так. Что вот это начинается здесь? Не нафиг отсюда. Мой лагерь, я его даю, главное. Пришел ученый. Может, объединим касочки уже тогда, раз он тут объединяет. Смотрим, у кого он атаковать будет. Он просто отступил. Я так и думал. Так, умри. Тут лечись. Тут лечись. Не хочу пока армию делать. Давайте поищем, где у нас тут пират отступил. Ага. Ну, давайте, наверное, вертолет объединим. Один в корпус. Этот пускай лечится. Автоматик лечится. Так, ну, мы захватываем этот лагерь. Я надеюсь, что тут будут вертолеты. Я вертолетом слетаю за посылкой. Так как у нас здесь сумасшедшие ученые вместе с пиратами, а я им потихоньку юниты убиваю, а они мне нет, просто хочется, чтобы они между собой как-то начали драться. Я не особо вмешиваюсь прям в битву. Очень хорошо. Ой, а кого убили? О, этих готов убили. Отлично. Меня больше всех беспокоили. Честно говоря. Так, еще что-то привезли. Это не мне точно. Туда я, пожалуй, тоже не добегу. Так. Антигероев очень хорошо, что мы убрали. А, ну, просто стоим, лечимся тогда. Так, давайте просто хочу посмотреть, что здесь. Вообще надо подходить туда, потому что тут вот уже пусто. Тут ничего интересного. Там могут быть ученые, конечно, но это и... Знаете, вот как бы уходить от пиратов. Постепенно. И будем давить на ученых, потому что их зона явно выдавливает в мою сторону. Если будет финальная битва, мне бы хотелось, конечно, иметь именно пиратов. В соперниках. Да, кстати, вот здесь тоже должны быть, по идее, какие-то лагеря варваров. Это далековато. Так, это мы заберем. С этими ребятами надо разбираться. И тут где-то лагерь варваров, по идее, должен быть. Они же не просто так пришли. Или, блин, слетать. Тут просто ПТ-команда будет стоять, понимаете, в защите. А вертолетом, как бы, ее долбить не самая приятная задача. Ну так, постепенно тут вот собираемся. Хорошо, сектантов нету. Ух ты. Тоже этот юнит люблю. Радиусу обзора... Нет, давайте на дополнительную атаку доберемся. Интересно, я смогу за эту партию хоть один юнит прокачать вообще полностью? Ну, как я говорил, ПТ-команда... Ну, слушайте, ну он тут раненый. И вот там кто-то бьет, что ли? Это интересно. Куда ученый отвалил? У нас еще где-то вообще фанат должен быть. его что-то не видно? Ну, кто-то вот этого... чувачка бьет. Так, этим лечимся. Подойдем. 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 Что-то не видно, правда. Не видно лагеря пиратов. Не видно что-то ученых. Так, вот у нас пират здесь. Лагеря пиратов, лагеря варваров. Ну, пираты я не буду трогать. Мне интереснее ученые. Я теперь просто постоим. Хотя, с другой стороны, мне надо драться. Чтобы получать опыт юнитам. Ага. Вот оно что. Вот кто тут. Но ПТ-команда такой же имеет бонус против танка, как и против вертолетов. Так что... Пулеметчику с прокачаем. А, фитивауров тут нету. Просто получили опыт. Не то чтобы самое классное, что я хотел здесь. Блин, куда-то ученый вообще отвалил. Прям отвалил, отвалил. Так, как у нас там зона схлопывается. Два хода. Постою здесь. Он стоит лечиться. Ну что, пойти тем аванпостом заняться. Семь ходов. Я бы занялся. Очень интересно. А где... Где тут народ-то-то? Не пойму. Такую большую территорию. А сейчас, вот смотрите, половину... половину карты контролирую. И фиг знает, где народ. Он просто тут стоит танком лечиться, похоже. Ну давайте. Так, поделаем. Он, по идее, меня тоже должен видеть. Зона все лучше и лучше для меня. Вылечим. Ну открывай вот эти неоткрытые клетки. Вдруг тут что вкусное еще осталось. Так, ну тут... Знаете, что... Давайте полетим отсюда пока. Пускай он с этим... Потому что танк, он такую же силу имеет... Ну, чем больше имеется, чем вертолет, но ПТ-команда против него тоже вполне работает. Что мне там помогать этот лагерь захватывать? Лучше пойду вот этот лагерь захвачу, сто процентов. Включаешь, он вообще АФК. Ничего интересного. вообще очень странно. То есть получается по идее пираты где-то здесь, сумасшедшие ученые здесь и видимо где-то здесь фанаты что ли, так? А я полностью всю верхнюю часть контролирую. ну, ну, хорошая хорошая позиция для меня. А вообще как-то тем не менее странно. Ученые куда-то... Как он сюда вот в лес он как-то ушел вообще просто. И тут пират. Прикол. он тоже как-то широко стоит на самом деле. Правильно? такое расположение ты контролируешь что на карте происходит. он не должен вертолет убить. Будем его атаковать. Этот лагерь я так понимаю он просто там танком стоит и контролирует он не хочет с ним ничего делать. О, да у нас тут я смотрю поселенец прокачку получит не должен мне его убить. Ты слушай а куда шученый тогда делся я не пойму. Уже и тут пират фанат где? не самое мудрое решение мне кажется атаковать. О, ты прям так хочешь меня убить. Так хочу тебя убить спать не могу. ну ладно так надо качнуть этого у нас фастклик будет охренеть убил мир сезон ах ты гад ах я найду и пойти вычислю захватил все-таки этот лагерь а ты посмотри на него а вот где у нас сумасшедший ученый так ладно лезть не будем я лучше сосредоточусь на да РСЗО убили сосредоточусь на пирате да ладно как он выжил так короче туда надо идти не я пожалуй вот туда они лучше пускай вдвоем схлестываются как и знал что не убьет по идее так давайте мы тут объединим в армию так сделаем дальше тут подходим подходим здесь прокачиваем захватываем термоядерка ммм хочется использовать но наверное нет но пират не умер так эти все юниты лечим тогда и потом будем объединяться ну здесь я думаю можно оставить поселенца просто подходить поселенца убиваем чтобы он не мог отбить его идем обратно мне главное вертолет мой спасти не успел апгрейд сделать представляете так короче он там будет сумасшедшим ученым воевать пускай занимается этим у меня лагерь варваров есть интересно а где фанат вообще что-то фаната не видно не слышно так у пирата значит на одного поселенца меньше стало видимо пират кого-то там убил ну пират прямо скажем хорошо тактически действует все неплохо если фракция ему не помогает никак взял пиратов можно как раз взял пиратов типа без всяких бонусов играть чтобы посложнее было не очень тут он варвар появился так кого-то вынесли сумасшедшего ученого вынесли но либо это фанат сделал либо пират опять же мне бы хотелось чтобы фанат ну как-то сумасшедший ученый вообще как-то странно действовал что это что вынесли будут ученые блин, поставь-ка я тут на месте а то как-то я что-то все как в проруби, блин телепаюсь так, два хода до схлопывания так, два хода я думаю, мне надо объединять эти два пулемета еще один полет еще один корпус так, этот лечится этот апнется будут контролировать ситуацию так, ну вот нас осталось трое о как-то мне свезло здесь ну тут пират может забрать он точно тут где-то был посмотрим кто быстрее добежит тут лечимся мне еще два хода тут тоже, наверное, РСЗО будет скорее всего но корпус РСЗО это уже неплохо ну и сейчас начинаем сейфовы играть и явно пираты с фанатами быстрее схлестнутся мне бы, конечно тоже принять участие в битве четыре хода до зоны и надо уже, наверное ну, с другой стороны у меня два корпуса вертолетов есть ага приехал танчик ну, блин все-таки раньше он заберет пошире поширее юниты расставить смогу ли я его добить давайте подумаем если про такую это вообще в принципе должен смочь да имею ввиду вот этим отлично да ну, сделал двойной ход прямо скажем здесь вертолетик прилетел как-то что-то не нравится мне кажется здесь пирату как-то он напряжен надо снять с него напряжение но мне кажется тут мой основной соперник это именно пират я бы ту роту хотел спасти два раза по мне выстрелил вот лишь бы мне юниты убить понимаете так значит раз ты такой лови фашист гранату да накрывает очень многих раздайся надеюсь ты счастлив надеюсь непод九 ноги от вот это от от что н это от ум от к блин вертолеты прокачаны до максимума уже просто да носу в основные воинские действия с пиратом происходит конечно опа молодец то есть ты на меня делал акцент в это время те там фанат забрал молодец валю так я буду просто стоять лечиться в общем-то у нас тут финальная битва проблема в том что я фаната вообще в глаза не видел даже надо лететь за за посылочкой но он где-то здесь явно как центру продвигаться потихоньку фанат я думаю где-то тут среди варварам тоже жить хочется пытается из зоны убежать куда ты бежишь все мое здесь так то есть этот он решил не забирать которые ближе к нему а побежал и дальнему чтобы мне не досталось вот эта жадность она фраера губит конечно нельзя быть таким жадным куда мы уходим давайте поговорим ну у него как минимум два поселятся я так понимаю а вот где его юниты если у него ядерка я думаю что ядерка у него есть ты мне пришлось на пирата сбросить такой настырный молодой человек вообще поспал поврежденных юнитов возьмем ну как то я вот опять большую часть безопасной зоны контролирую не знаю где там фанат как он там добил этого пирата несчастного ну про пират просто тупо зачем-то на мне зациклился вот это его главная ошибка как мне кажется в этой партии как вообще давайте мы так отведем нам нужно как-то эти вертолеты задействовать они у нас главные разведывательные силы будут и это можно вот так здесь тут ну сверху явно к ней никто не придет просто можно это соединять я думаю большие сравнение что он фанат какой-то замысловатый рейд проведет ко мне в тыл просто поставим можно даже их немножко раскрусовать чтоб ядерка не накрыла полетели искать уже подвешен тогда вот юнит а еще очень что мы просто ему повезло там накрыть пирата просто он там как-то его поймал последним поселенцем видимо юнитов у него не так уж и много серьезно где вы юниты серьезный чувак это все что у тебя есть собираешься давайте взять случай еще тут проверим но если у него эти два юнит то что это за а нет вот еще корпус пехоты да не много не корпус армия пехоты ну давайте подождем не знаю пускай зона схлопнется что ли появилось желание отойти так это мы убьем следующий ходом да ну здесь прямо скажем у чувака немного шансов еще и зона против него не добежал бывает ну мне кажется тут выиграна фанат как-то слишком сейфово сыграл тут пират был основным соперником конечно может поэтому он и дрался со мной так ожесточенно но в итоге в итоге его фанат сзади подошел и все победа ну приятная фракция на самом деле эти выживальчики только при том условии у вас реально будут юниты и будут с кем воевать просто этих прокачки это какой-то супер мега бонус вот она пишет gg не успел ему ответить давайте посмотрим по графикам количество сражениями мне больше интересуют пираты и собственно фанат и вообще не дрался ни с кем вот пират да постоянно воевал я так понимаю что я тут на втором месте постоянно был да да потеряно юнитов ну вот этот пират против меня терял юнитов уничтожено юнитов это я вот уничтожал хорошая фракция в общем-то мне осталось за мутантов сыграть спасибо что смотрите играйте в умные игры и просто читаю ваши комментарии по поводу этого режима всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и и